Продолжение следует... Город Новомосковск. 1997 год. Кто бы мог подумать, что этот шестилетний малыш в смокинге цвета сливочного мороженого в итоге выстрелит. И станет лучшим певцом страны, по мнению россиян. Самая настоящая мечта, причем не только музыканта, но, я думаю, любого мальчишки стать рок-звездой, собрать целый стадион. Сейчас у Ярослава Дронова есть все, чтобы по праву считать себя рок-звездой. Девушки при виде него падают в обморок. И буквально осыпают сувенирами с намеком. Я пошла на концерт в своем городе, в Орле. Ну и все, и с тех пор вот не могу жить без его творчества. Хочу с ним танцевать на потанцовке, а когда вырасту, быть в его охране. Под чары шамана попала и другая любимица миллионов, Мия Бойко. Меня поразил шаман. Я просто впервые в жизни его видела так близко. Кумиров есть кумиры, да. Впрочем, как иначе. Ведь шаман умеет делать шоу и уже создал мем. Мне нравится, как он микрофон засовывает. И вроде бы так уже делала в 90-е группа отпетые мошенники. Но кто же теперь вспомнит? Шаман-омания охватила всех. Все окружение певца как будто бы верит в то, что у Дронова есть некий особый, чуть ли не шаманский дар. С ним, когда разговариваешь, у него что-то светится. Он должен почему-то был родиться. Просто выбрали меня. Потому что я сама удивляюсь. Ярослав неоднократно говорил о том, что его умственный возраст, душевный, намного старше, чем физический. Люди говорят, которые присутствуют на концертах, что они, скажем так, когда слышат, как я пою, для них какая-то магия происходит. Но некоторые говорят, что они даже там, что они чувствуют себя после этого лучше, излечиваются даже. Просто он поднимает, становишься более легким, я бы так сказал, на сцене. То есть я выдаю больше, чем, наверное, способен без вот этой вот живой, сильной энергетики. Но если у певца и впрямь есть мистический дар, то почему он сразу же им не воспользовался? Целых 15 лет Ярослав, по сути, дрейфовал на мили шоу-бизнеса. Как малоизвестный артист Ярослав Дронов перевоплотился в загадочного шамана. Из-за чего он оказался на грани жизни и смерти? Упал, меня понесло течением. И каким Дронов был до того, как стал собирать стадионы? А пока на пол, у котёна мы хотим, и всё. Именно в этой неприметной хрущёвке и рос будущий автор самых русских хитов. В школе Ярик Дронов особым авторитетом среди одноклассников не пользовался. Кто-то занимался боксом, кто-то играл в футбол. Конечно, я был таким отшипенцем. У нас ребята были дрочливые. Ярослав был тихий, спокойный, сосредоточенный на чём-то. Все дети знали, что сейчас закончится школа, они пойдут домой. А он чётко знал, что закончатся уроки, он пойдёт заниматься пением в ДК сначала, потом в музыкальную школу. Тогда, в конце 90-х, никто и подумать не мог, что этот отшипенец когда-нибудь станет звездой и прилетит в родной город Новомосковск, как волшебник на белом вертолёте. Родные заметили у Ярослава музыкальные способности с раннего детства. Ехал и постоянно в коляске он пел песни. Я не знала, как сделать так, чтобы он замолчал, потому что люди оборачивались, а он там... Как обычно, он всегда кого-то, какого-то артиста изображал. Файна, файна, там типа из нанады. Файна, 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 файна. Ну и схватился за провод и потянул за собой этот телевизор, и он упал на пол. Парнишке их прям не везло. Дронов часто болел. То простуда, то какие-то там бронхит, то ещё что-то. А однажды чуть не утонул, когда был с отцом на рыбалке. Это на дону споткнулся, падает на бок. А там впереди перекат, с этой стороны яма и с этой стороны... Меня понесло течение. Дальше этот перекат уходил в водоворот. И я прям прыгнул в лыжку в сторону и за ними. А вода как в сапоги набралась. А мне же ещё его поддерживать надо. Ну, вытащил, спас таким образом мне жизнь. Впрочем, кто знает, может, именно такие испытания должны были выпасть на долю юного начинающего шамана. Чтобы стать шаманом, человек должен пройти этап страшной болезни. Люди на неделю убегают куда-то в сопке на морозе, спят в снегу, не помнят себя. То есть человека, можно сказать, прокручивают на мясорубке. Он болел, а на концерт пришёл выступать. А это масленица, это сырой воздух, это ещё снег сырой. Соберусь, я выступлю. Вот понимаете, у него была ответственность. До стадионов тогда было как до луны. Семья Ярослава была благополучной, но лишних денег у них не водилось. Так что концертные наряды для будущей звезды мастерили из чего придётся. Он захотел кожаные штаны. Где мы возьмём эту кожу? В Новомосковске. И пришлось мне свой ботиночек прикрутить, поехать купить этот вот кусок кожи. Ярослав рано узнал цену деньгам. Работать пошёл в 15 лет. Пел по ресторанам так же, как и его отец. Он тогда востребован очень был. И уже по оплате это было сразу видно. Если нам там такую сумму платили, то ему там в 10 раз больше. У меня такое впечатление складывалось, что этот парень просто мечтамилфый. Но у нас были книгозовые предложения. Ярослав просто огонь, такие вещи писали. Он напоётся, а в школу-то идти надо. Вот как раз тогда он приходил с мешочками под глазами. И мог бы так и остаться ресторанным музыкантом. Но вовремя одумался. Это ловушка. Вроде как бы всё хорошо. Ты при делах, у тебя вроде всё хорошо. Но как же мечта. Я ушёл из ресторана. Как будущую суперзвезду встретила столица. Вечером пришёл, носочки постирал. Что вытворил шаман в Академии имени Гнесиных? Мы устраивали соревнования, кто дальше плюнет водой. И почему он едва не проворонил свой шанс на успех? Есть такая возможность прийти на кастинг. А что за кастинг? Вот так немножко ещё так пренебрежительно. Моя чужая танца! Москва. Арбат. Апрель 2022 года. Он просто шёл никем не узнанный и неприметный. И что-то напевал себе под нос. Это и была та самая песня, которая затем поднимет залы и стадионы. В голове возникла строчка. Даже не строчка, оно в словосочетании. Я русский. Причём вместе в сочетании с той музыкой роковой, которая играла у меня, прямо она очень мощно прозвучала в голове. И я сразу же зафиксировал это. К этому суперхиту по московским мостовым он шёл целых 10 лет. Перемотаем время назад. 2012 год. Ярослав приехал из Новомосковска в Москву покорять столицу. Это платное отделение в Академию. Сразу за год. 200 штук. Вы не положите. Откуда ты делаешь? Это я кредит брал. Во время вступительного экзамена по бокалу все вот эти лестницы были заняты нами, потому что поступало 140 человек, если я не ошибаюсь. А места было не так много. Никита Осин – однокурсник шамана. А теперь ещё и поклонник его творчества. О, мой львов, мой львов. В Академию имени Гнесиных они поступали вместе. И на тот момент мало кто мог предположить, что о студенте эстрадно-джазового факультета Ярике Дронове в родной альма-матер будут слагать легенды. Вот он у нас здесь учился. Так же, как Басков, так же, как Кобзон. Тогда был офигенный, очень спокойный, классный парень. Мы с ним прям очень так неплохо, классно дружили. Он учился вместе с моим концертмейстером. Они жили в соседних комнатах. Ну, вот, собственно, и комната, в которой жил Ярослав. Конечно, всё уже поменялось по несколько раз. Кровати стали классными, кстати. Да уж, если это классные кровати, страшно представить, какие стояли в те годы, когда в общежитии в комнате номер 624 жил будущий шаман. Вечером пришёл, носочки постирал на кроватку или на батарейку. Можно, конечно, было повесить, если она свободная была, потому что ты пришёл последний, а там уже она занята, носочки. Потом утром просыпаешься, феном их досушил. Ну, то есть, это нормальная абсолютная история. Ну, на стипендии как бы небольшая. Понятно, что там особо на неё ничего не купишь, но питались там до широк, ровно. Впрочем, на тот момент судьба уже готовила ему путёвку в лучшую жизнь. Преподаватель Ярослава Дронова Валерия Брейдбург рассказывает, однажды руководители одного из центральных телеканалов попросили её отправить талантливых студентов на отбор в шоу «Фактор А». Ярослав ничего об этом конкурсе не знал. Я ему сказала, что вот есть такая возможность прийти на кастинг. А что за кастинг? Вот так немножко ещё так пренебрежительно. Ну, попробую сходить. Как говорится, попытка не пытка. И вот уже Ярослава показывают по телевизору. Скажи всё миражи. И сама Алла Борисовна Пугачёва даёт ему совет. Сколько же вам придётся ещё, Ярослав, если вы выдержите самоутверждаться? Я вам желаю сил не только на то, чтобы побеждать, но и на то, чтобы проигрывать, потому что проигрывать приходится очень часто. Я помню, что Алла Борисовна отмечала, что он хитрый, продуманный. Действительно, у него с головой было всё в порядке уже тогда. Со всеми познакомиться, хорошее отношение навести, посмотреть, как это всё работает. На проекте певец занял третье место и сказал пророческую фразу. Вы ещё обо мне услышите? После фактора его статус особо не изменился. На эстрадно-джазовом факультете в Академии имени Гнесиных он по-прежнему был белой вороной. Все, кто сюда поступал, больше тяготели всегда к джазу. А он пел другую музыку. И из-за этого бывало и подшучивали даже над ним. Он реально всегда был своеобразным персонажем. Однако его взяли на место вокалиста в кавер-группу «Час пик». И снова высший промысел словно направляет его к будущей славе. Ко мне подходит однокурсница и говорит, «А ты подавал заявку на голос?» А я говорю, «Нет, а что?» А говорит, «А сегодня, ты знаешь, последний день подачи заявки». И у нас в этот день как раз с ребятами был где-то корпоратив недалеко от европейского. И Яром такой мне говорит, «А сегодня последний день приёма заявок». Говорю, «И что, ты подал заявку?» Он говорит, «Нет, не подал». Я говорю, «Блин, давай, надо подать». Ничего лучше не нашли, чем просто пойти в магазин, где есть ноутбуки, компьютеры. И вот с этого ноутбука мы там минут 15 стояли и подавали заявку. Собирали в интернете какие-то там песни, всё это складывали в кучу. И, соответственно, из магазина, по сути, мы подали заявку. И снова ему везёт. Дронов попадает в команду певицы Пелагеи. Я не знаю, что у тебя на уме, да и не хочу. Сначала услышала, да, мне очень понравилось, потом увидела. Мне тоже очень понравилось. Я подумала, что я всегда, и я, и мама, мы всегда говорили одно и то же, что... Мы всегда говорили одно и то же, что это вообще большой артист. Я здесь, девственник, свет и покой. И меча приходит на мою глаза. На этот раз он поднимается на ступеньку выше, чем на «Факторе А». Занимает уже не третье, а второе место. Победа буквально ускользнула из рук. Но Дронов особо не расстраивается и просто продолжает жить жизнью обыкновенного ноунейма. Когда было совсем скучно, чтобы вы понимали уровень нормальности, мы устраивали соревнования, то дальше плюнет водой. Это было странно, на нас странно смотрели люди, но нам было весело. Впрочем, на тот момент у шамана уже начали появляться первые поклонницы. И в Академии... Девочки любили его? Очень. ...и по всей стране. Почему тот, кто был никем, внезапно стал артистом номер один? Правда ли, что «Шаман» на самом деле продюсерский проект? Мы решили просто с «Шаманом» сыграть под рояль и спеть. И как продаются билеты на выступления самого русского хитмейкера? Мы идем на концерт с «Шаманом». Подруга дала бесплатные билеты. Чтобы разгадать феномен Ярослава Дронова, наша съемочная группа отправляется вместе с певцом на гастроли в Санкт-Петербург. Целые сутки мы будем жить в ритме шамана, а это не так-то просто. Ты как бы своему организму даешь такую команду включаться. Тут уже недосентиментальность, я устал или я не могу. Надо успеть на торжественный залп в Петропавловскую крепость. Я надеюсь, что я не облажался. И фан-клубу уделить внимание. Провести саундчек. Будет шага! И пиццинлисты с каждым летом! Да! Отрепетировать выезд на сцену с байкерами. Мы определили тебе мотоцикл, трехколесный. Главное же, где газ и торт. А в перерывах давать бесконечные интервью. Что за вопрос? Отрабатываем концерт, после этого еще разные мероприятия, туда, туда, туда. За трое суток он спал всего 7 часов. Представляешь, какая нагрузка? Певец словно живет в безумном ритме барона Мюнхгаузена, как в том фильме. Подъем в 6 часов утра. 7 часов утра, разгон облаков, установление хорошей погоды. С 8 утра до 10. Подвиг. 16.00. Война с Англией. Он вроде бы даже поесть не успевает нормально. К журналистам выходит с яблоком наперевес, совмещает пресс-конференцию и полдник. Впрочем, представители прессы уже привыкли. Этот яблочный трюк он проделывает не в первый раз. Спасаюсь от голода. Ну, видели, там сегодня большая, огромная площадка. Естественно, ты просто, ну, не можешь оставить все на самотек. Неужели это на самом деле пиар-ход? Мол, посмотрите, как пашет артист. Все сам, все сам. Только вот сам ли? Миллионы долларов, вложенные в этот проект, в рекламу, в YouTube, в продвижение, в клипы. Вопрос. Если ты сам, откуда деньги на такие съемки клипов? У него этот мюзик-бэнд, музыкальная группа. В среднем профессиональный музыкант 100 тысяч рублей получает в месяц. То есть на содержание группы только миллионы будут выходить. Поэтому я считаю, что это 100% продюсерский проект именно сейчас. Некоторые эксперты подозревают, свою руку к продвижению Ярослава Дронова приложил продюсер Виктор Дробыш. Мы решили просто с «Шаманом» сыграть под рояль и спеть. Впрочем, отец «Шамана» Юрий Дронов уверяет, продюсер, если и помогал, то исключительно в организационных вопросах. Первое заверусилось, так это «Улетай». И его заметил Дробыш. Но никаких контрактов у них. У них там был на полгода. И то, он получал свой процент, там процентов 10, наверное, за то, что он просто концерты, ну, там, помогал где-то заделывать. Там выступить, там. Продюсер Роман Емелянов рассказывает, «Шаман» и с ним пытался сотрудничать, но не пошло. Оказывается, Дронов изначально планировал делать ставку на англоязычный репертуар. Он хотел петь на английском языке в основном. Очень модную, непонятную, на мой взгляд, от широкой аудитории музыку. Мы даже песню не записали в итоге. Может быть, и хорошо. Потому что даже если бы Ярослав в тот момент спел песню, там, «Я русский» или «Встанем», такого бы вау не случилось. А случилось в итоге настоящее чудо, иначе и не скажешь. «Шаман» сочинил песню «Встанем». Релиз по странному совпадению произошел в тот день и в тот час, когда для нее было самое время. «Встанем». 23 февраля 2022 года. Эту песню я сочинил недавно и неожиданно для себя. Ее как будто бы кто-то продиктовал мне сверху. Выпустил он 23-го. А откуда он знал, что 24-го начнется? Да он там все знал. Ага. Я говорю, скоро в «Пророки» запишут. И действительно записали в «Пророки». Интернет переполнен видео и заголовками на тему, якобы Дронов был не спослан в российский шоу-бизнес высшими силами. «Придет шаман и поддержит дух России». Речь шла об артисте-шамане. «Появится белый шаман и поднимет русский дух». Появление певца-шамана предсказала Ванга. Надо сказать, что такого предсказания у Ванги не было. И, скорее всего, это пиар-ход. В нашем мире на самом деле на 100% предвидеть ничего нельзя. Он умный человек, с ним работает хорошая профессиональная команда. Там, где слава, там и хейт. Не все верят в искренность шамана. Мол, в интервью он рассказывает о том, что бренды и жизнь в стиле лакшери его не привлекают. Он вообще вроде бы не материалист. Там ложишься голенький, и ты, допустим, песню написал какую-то хорошую, и ты с этим спать ощущением счастья ложишься. Одежда там, тачки, это уже вот как-то мне это неинтересно. Тем не менее, ездит артист, как положено звезде, на машине представительского класса Майбахе. А вот еще одна нестыковка. Вроде бы шаман собирает многотысячные стадионы. Шаман! 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 А блогеры пишут, якобы билеты на эти концерты люди получают бесплатно. На концерт шаманы на Газпром-арене загоняют бюджетников и волонтеров. Давай поясню. Дело в том, что несколько муниципалитетов Санкт-Петербурга имеют средства для поощрения сотрудников. Ну, то есть, условно говоря, на эти деньги можно какой-то праздник организовать, там, стол с закусками накрыть, либо потратить на какие-то культурные мероприятия. Они для того, чтобы поощрить сотрудников, приобрели билеты на концерт шаманов. И говорить о том, что кого-то туда насильно сгоняют, там, или бесплатно, или как-то еще, ну, это просто смешно. А что чувствует сам шаман? Точнее, правильнее сказать, Ярослав Дронов. Он взял этот псевдоним три года назад. На первый взгляд, результат налицо. Успех, слава, словно пришаманились к певцу. Но надолго ли? Просто так называться шаманом нельзя, потому что за это идут свыше наказания. Не знаю, понимает ли сам Дронов до конца смысл этого псевдонима, но если настоящий шаман теряет силу, то все племя, они первые же поворачивают, скажем, свои копии против этого шамана. Он убивается, либо изгоняется. Девочки, которые его любят, они будут его любить, что бы с ним ни случилось, еще какое-то время, пока не появится новый шаман. Или там Иван, или еще кто-то. Это шоу-бизнес, он жестокий. И только для семьи он по-прежнему остается не шаманом и не суперзвездой, а их мальчиком, Яриком, который смог, пробился и стал семейной гордостью, добытчиком. Ну вот бабушке с дедушкой машину подарил. Он приезжает в основном дочке. Ярослав там постоянно, как постоянно, когда может. Он в школе им там тоже парты новые купил, проектор, сам эти парты таскал. Варя там, она очень гордится. Это на сцене он кумир и рок-музыкант, который как саблю в ножны ловко упаковывает микрофон в облегающие кожаные брюки. А дома сын, муж, отец. Я не думаю, что я какую-то тайну раскрою. Он был женат. И у него тогда родился ребенок. И он мне даже говорил, что вот, Валерия Вячеславовна, у меня вот ребенок, я тут разрываюсь. Не флиртовал с девчонками. Не гулян был. С первой супругой, которая подарила ему дочку Варвару, Дронов все-таки развелся. Женился во второй раз. На топ-менеджере телекоммуникационной компании Елене Мартыновой. Кстати, в 2021 году в активе достижений Мартыновой появилась верхняя позиция рейтинга лучших пиар-агентов России. Желаю светлого и доброго пути вашей паре. Следующее. Мать Ярослава Людмила Дронова вспоминает. Она сама подтолкнула сына к знакомству с его будущей возлюбленной. И тут приходит нам смс какая-то. Я дословно не помню, что там было написано. Я говорю, может быть, это нужный человек. Ты сходи навстречу-то. Ну, так они начали вот с Леной там встречаться. Я знаю Лену. Мы с ней разговаривали. Она говорит, я когда ехала в машине, мне просто кто-то свыше сказал, что я должна вот просто беречь его, этого человека. Ну, а с другой стороны, за каким успешным мужчиной не стоит великая женщина? Всей правды мы, наверное, не узнаем никогда. Да и нужна ли она? Какое время, такие и герои. И если люди герою верят и передают из уст в уста легенду о шамане, значит, так тому и быть. Я русский! Музыка и акция. Музыка и акция. Музыка и акция.